Международная правозащитная организация 4 июня сотрудниками Следственного комитета РФ был задержан российский политик, лидер движения «За новый социализм» Николай Платушкин. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «По склонении вербовки или ином вовлечении лица в организацию массовых беспорядков и публичном распространении заведомо ружной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Он помещен под домашний арест, ему запрещено общение с внешним миром, в том числе через интернет. Если же он будет признан виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет и запрет на участие в выборах сроком до 18 лет. Он известный политический деятель и видеоблогер и на своем канале на ютубе общается порядка 500 тысяч подписчиков. Одна из его видеозаписей стала поводом для возбуждения против него уголовного дела. Изучив материалы, в том числе и указанную видеозапись, Amnesty International считает его уголовное преследование необоснованным и зачитает уже формулировку, и нарушением его права на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний. Amnesty International не увидела никаких признаков того, что Николай Платошкин потворствовал, готовил, призывал, ну и так далее, к насилию. Дальше я пару формулировок тоже зачитаю. На мой взгляд, они имеют не только юридическое, но и политическое значение. Никто не должен подвергаться преследованию за то, что воспользовался фундаментальными правами человека. Николай Платошкин – узник совести. Его следует немедленно освободить без всяких условий и снять все предъявленные обвинения. Ну давайте теперь посмотрим сюжет. 4 июня сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации был задержан российский политик, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в организацию массовых беспорядков и публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Часть 1.1 статьи 212 и статьи 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. После задержания его поместили под домашний арест и запретили общение с внешним миром, в том числе через интернет. В случае признания виновным Платошкину грозит до 10 лет лишения свободы и запрет баллотироваться на выборах еще на 18 лет. Николай Платошкин – историк и бывший сотрудник Российского министерства иностранных дел, который в последние годы неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей. Платошкин – основатель и лидер незарегистрированного движения «За новый социализм», а также видеоблогер. На своем канале в YouTube он регулярно комментировал текущие события и общался почти с 500 тысячами подписчиков. Одна из его видеозаписей и стала поводом для уголовного дела против него, возбужденного 2 июня. В тот же день он опубликовал на YouTube видеообращение, в котором заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах. Два дня спустя в квартире Николая Платошкина провели обыск. При этом изъяли три компьютера и прочие материалы, а его самого задержали и впоследствии поместили под домашний арест. Изучив имеющиеся материалы дела, в том числе видеозаписи, предоставленные в качестве доказательства предполагаемого правонарушения, Amnesty International считает уголовное преследование Николая Платошкина необоснованным и нарушением его права на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний. Amnesty International не увидела никаких признаков того, что Николай Платошкин участвовал, готовил, потворствовал или призывал к насилию. В видеообращении, которое, по мнению российских следственных органов, содержит такие призывы, Николай Платошкин всего лишь высказал предположение о готовности своих сторонников принять участие в возможных протестных акциях, а также выступил с критикой мер, принимаемых властями в связи с пандемией COVID-19. Тем самым он действовал исключительно в рамках права на свободу мирных собраний и права на свободу выражения мнений. Эти права закреплены в многочисленных международных соглашениях, которые обязалась соблюдать Россия, а также во внутригосударственном праве. Никто не должен подвергаться преследованию за то, что воспользовался фундаментальными правами человека, не говоря уже о простом обсуждении возможности ими воспользоваться. Аналогично критика решений и политики властей, в том числе по вопросам охраны здоровья населения, должна быть свободной. Николай Платошкин узник совести. Его следует немедленно освободить безо всяких условий и снять все предъявленные обвинения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова